Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев и сегодня в нашем выпуске. Насущные проблемы в сфере ЖКХ обсуждали сегодня на встрече с заместителем председателя правительства Евгением Гордиенко. Правила дорожного движения нужно соблюдать как пешеходам, так и автомобилистам. Памятная акция, посвященная Дню ЖРДТП, прошла в Черкесске. Эта дата призвана привлечь внимание общества к тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации. В Черкесске отметили День слепых. Навыки начальной военной подготовки абсолютно бесплатны. На базе спортклуба «Калибри» проводят курсы для тех, кто собирается отправиться в зону СОО. Возможность оперативно и координированно решать насущные проблемы в сфере ЖКХ. Сегодня эту тему обсудили в Малом зале Дома правительства. Что послужило в необходимости проведения совещания, какие еще вопросы обсуждали на нем и чего ожидают участники этой встречи, узнавала Альбина Ламкова. ЖКХ – одна из базовых отраслей российской экономики, обеспечивающая население жизненно важными услугами, а промышленность – необходимой инженерной инфраструктурой. К сожалению, работа в этой сфере не вызывает доверия у населения. Есть много проблем и по конкретному направлению работа управляющих компаний. Для того, чтобы решить имеющие трудности, участники совещания, а это главы муниципальных образований, представители Народного собрания, Общественного народного фронта и руководители управляющих компаний, встретились из-за необходимости решения вопросов по жалобам, поступающих в этой сфере услуг. Причем жалобы поступают не только здесь, но и на имя главы, и на имя президента страны, и на имя председателя правительства. Поэтому предлагаю сегодня обсудить это более подробно. Работу надо эту настроить. Много факторов, которые вызывают беспокойство наше население. И тем более в такие минуты, если еще мы оставляем их без элементарных удобств, я думаю, это недопустимо с нашей стороны. На заседании были заслушаны отчеты. Рассказали о том, сколько входит в жилищный фонд жилых домов и какое количество жилищно-коммунальных хозяйств, предоставляющих услуги населению в республике. Говорили не только о существующих проблемах, но и о преобразованиях в сфере жилищного фонда. Создание комфортного проживания граждан. Для развития этого направления реализуются национальные проекты, программы различного уровня. Сообщили, какие суммы уже потратили. Возвращаясь к накопившимся проблемам в работе управляющих компаний, было отмечено, что необходимо осуществлять рейтинг и по нему осуществлять карающие меры от соответствующих надлежащих структур и органов. Так как проблемы усугубляются и, возможно, они приведут к глобальным последствиям. Положа руку на сердце, этой работе можно поставить неудовлетворительную оценку. Мы как общественности ставим двойку, потому что проблема усугубляется и, возможно, это приведет к каким-то, допустим, к следующему отопительному сезону уже будут какие-то глобальные аварии, если брать отопление. А там не только отопление. Это и кровля, и подвальные помещения домов, санитарное их состояние, захламленность, инженерные сети, течи различные. Не говоря уже о том, что управляющая компания обязана проводить один раз в год собрание с жильцами, давать отчеты, этого не происходит. Каждое заседание штаба будет проводиться один раз в две недели при Министерстве строительства и ЖКХ. Уже на этой встрече из подготовленных и представленных докладов предложили комплекс мер, и по ним же был составлен план для эффективной работы управляющих компаний. Все предъявленные средства предусматривают совместную деятельность органов власти управляющих компаний и общественных организаций. К тому же, в целях создания развития здоровой конкуренции на рынке услуг предлагается ежегодное проведение региональных и муниципальных конкурсов на дом образцового содержания. А вот будет ли результат в заседаниях оперативного штаба в вопросах ЖКХ, покажет только время. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. Сегодня учащиеся третьей школы города Черкеска запустили в небо белые шары в честь тех, кто стал жертвой в дорожно-транспортных происшествиях. Основная цель акции – привлечь внимание к проблеме смертности на дорогах. Мероприятие было проведено ко дню памяти ЖРДТП. Его отмечают ежегодно в 3 воскресенье ноября. Сотрудники госавтоинспекции не прекращают напоминать, что правила дорожного движения необходимо соблюдать, и что от каждого от нас зависит и жизнь, и здоровье так себя, так и других людей на дороге. Нужно сказать, что и в школах по этой теме уделяют большое внимание, проводят акции и разъяснительные беседы. Уважаемые водители, у меня к вам большая просьба соблюдать правила дорожного движения, быть аккуратными. Там ходит моя мама, там ходит мой папа, там ходит мой братик. Берегите их. Я сам соблюдаю правила дорожного движения. Например, не иду на светофоре на красный свет, жду, пока будет зеленый. Иду всегда, тогда дорогу перехожу, нахожу зебру. Ребята сейчас прочитают стихи, в дальнейшем они запустят шары. После этого мы выйдем на место дорожно-транспортного происшествия, которое случилось несколько лет назад на улице Гутякова, где погиб ученик третьей школы. И одноклассники там запустят шары, хотят почтить память. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами небольшие осадки. Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду. В горах по рыбе 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7. В горах местами минус 3, плюс 2. Днём плюс 12, плюс 17. В горах местами плюс 3, плюс 8 градусов. В Черкесске без существенных осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 6. Днём плюс 14, плюс 16 градусов. Палундра! Пираты захватили Кисловодск. Захватывающее цирковое шоу. Только до 27-го наеда в Кисловодском цирке. 2, 96, 58. Спешите узнать тайну пирата. Сынок, дай мне две тысячи, я куплю себе две вещи. Мама, на тебе две тысячи и купи себе две вещи. Папа, мне отдай две тысячи, тоже хочется две вещи. Доча, на тебе две тысячи и себе купи две вещи. Милый. 585 золотой. Две вещи за две тысячи. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. Люди, которые не сдаются. В Карачаево-Черкесской республиканской организации Всероссийского общества слепых отметили Международный день слепых людей. Кто принял в нём участие? О людях, которые не видят всех красок окружающего мира и нуждаются в нашем внимании и понимании, расскажет Альбина Ламкова. Иван Угебгарту 85 лет. Он в годы политических репрессий вместе с близкими вынужденно покинул родные края. Вывезли семью в Томск. Прибыв на место, совсем через малый промежуток времени заразился корью. Для него эта болезнь стала точкой невозврата к прежней жизни и к её ярким краскам. Зрение с каждым днём ухудшалось. И в пять лет Иван Григорьевич полностью ослеп. Но на незрячую жизнь, а тем более на возраст, он не жалуется. Любит прогулки и чтение специальных книг. Не чувствую, что мне 85. Работал в Томске много лет. Был музыкального работника. Вообще, качал по классу баянда. Ну и на фортепианте играл. Иван Григорьевич, возвратившись из Томска, возглавил региональную организацию инвалидов общества слепых. Руководил ею 15 лет. Я когда пришёл, ни у кого никаких льгот не было. Инвалидов первой группы. А ушёл. Ну, на 50% их освободили от уплаты за все коммунальные услуги. К быту Ивану Григорьевичу помогает внучка. Есть правнуки. На мероприятия в общество слепых всегда приезжает с большим удовольствием. Знает, что будет общение и концерт. Тем более, что музыкальные номера всегда дарят отличное настроение и нотки радости, говорит он. Храни тебя от горьких дней. Моя Россия, моя Россия. Действительно, в обществе слепых царит атмосфера уюта, добра, взаимопонимания, отметил в своём обращении министр труда и социального развития республики Руслан Шаков. В повседневной жизни вы подтверждаете, что даже с этой проблемой можно достойно жить и наслаждаться жизнью. Пользуясь возможностью, я ещё раз хочу поблагодарить и Сергея Матвеевича за большую и активную работу по защите ваших интересов. За то, чтобы вы повседневно чувствовали себя равными среди равных. В республике более трёх тысяч инвалидов по зрению. Большинство из них – члены Всероссийского общества слепых. Руководит организацией Сергей Дубовик. Он выразил благодарность за помощь, которую они получают от государства. И просто неравнодушных людей. Пожелал всем в Международный день слепых жить верой в чудо, дарить миру добро, как это делают члены общества. Для гостей организовали и выставку. Выражая состояние и фантазию авторов, она впечатлила всех большим разнообразием. Были представлены картины, вышивки, вязания, мягкие игрушки и многое другое. Все поделки изготовлены с любовью и большим мастерством. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести, Корчаева, Черкесия. На базе молодёжного спортклуба военно-патриотической направленности «Калибри» проводятся бесплатные курсы для добровольцев, готовых отправиться в зону проведения специальной военной операции. Здесь они могут пройти азы начальной военной подготовки, обучиться тактике ведения боевых действий и военной медицине. О том, как можно пройти курсы, узнавал Алихан Липшиков. Эти курсы позволят тем, кто собирается отправиться в зону СВО, получить необходимые навыки начальной военной подготовки и абсолютно бесплатно. Руководитель спортклуба «Калибри» представителя общественного совета при МВД по карачально-черкесии Марк Кириенко рассказал участникам о тактике ведения боевых действий. Здесь на специальном учебном пейнтбольном полигоне отрабатывают на практике то, как нужно себя вести при огневом контакте с противником и другие стратегические навыки. На сегодняшний день у нас два курса. Однодневный курс – это просто медицина, так называемая тактическая медицина, показания самопомощи и помощи пострадавшему. И сейчас мы организовали еще трехдневный. То есть это более углубленный курс, предназначенный на то, что люди не только прослушали лекцию, что как, а именно попробовали на себе. Я всегда говорю, что процент выживания вашего в экстремальных ситуация равен проценту ваших навыков. На занятия ходят не только те, кто собирается отправиться в зону специальной военной операции, но и школьники. Эти навыки необходимы каждому, и поэтому важно не просто про это читать в учебниках, но и самим научиться о замначальной военной подготовке, говорят участники курсов. Чтобы получить определенный опыт, знания, как-никак в 18 лет в армию пойти полезно будет все-таки. Все свои навыки я приобретал непосредственно здесь, на этом полигоне, которые касаются именно тактических. Почему я здесь нахожусь? Самая необходимая часть курсов – это владение навыками военной медицины. Это немаловажно в условиях, когда может понадобиться помощь раненым на передовой боевым товарищам, или же самому себе. На этих занятиях каждый может получить бесценные знания. Дальше жгут, накладываются именно без марта. Таким образом, вы его растягиваете, если сейчас на марта он будет без растяжения, но подразумевается, что он сильно растягивается. Накладываете как можно выше плечевого и подмышленного. И делается натянутый оборот, и делается перехлёст. Для того, чтобы конец вам не нужно было удержать и помогать себе рукой. Организаторы данных курсов уверены, что здесь ребята получат необходимые навыки, которые окажут помощь при попадании в чрезвычайную ситуацию. Алиханепшоков, Ольга Савенко, Мухаммед Ашибоков. Вести Карачаева, Черкесия. В Черкесске в Доме предпринимателя продолжает работать традиционная рыбная ярмарка Дары Камчатки. По традиции организаторы привезли в Карачаево-Черкесию разнообразную продукцию. На прилавках вы найдёте самые вкусные и полезные. Чавыча, сёмга, палтус, кижуч, красная икра и многое другое. Рыбная ярмарка будет работать до 19 ноября в Доме предпринимателя на Горького, 8. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Баринцево море». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова